Американскому спорту в целом и хоккею в частности очень характерно такое явление, как переезд команд из одного города в другой. Некоторые команды НХЛ, которые существуют сегодня, изначально создавались и базировались совсем в других городах и иногда даже странах. Сегодня мы расскажем вам о главных переездах в истории НХЛ. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! В Атланту большой хоккей пришел в 1972 году, но из-за очень слабой посещаемости и огромных убытков владельцы местных Флеймс приняли решение о продаже клуба. 21 мая 1980 сделка была завершена и клуб переехал в Калгари, где и базируется до сих пор. Новые владельцы сохранили название команды, а чтобы отдать дань уважения предшественнику, значки ассистентов-капитанов стали стилизовать под эмблему Атланта Флеймс. В 1974 году, благодаря очередному расширению в НХЛ, появились две новые команды – Вашингтон Кэпиталс и Канзас Сити Скаутс. Столичные задержались в лиге надолго, а вот век скаутов оказался недолг – всего два года. Из-за убыточности команду перевезли в Денвер, где она получила название «Рокис». Но за шесть сезонов финансовая ситуация не сильно улучшилась, и над клубом вновь повисла угроза переезда. Худшие прогнозы оправдались, и в 1982 году франшиза переехала в Нью-Джерси, где начала новую счастливую жизнь с новым названием – Дэвилс. Пожалуй, самой успешной командой НХЛ, которая была вынуждена переехать, стала Миннесота Нордстарс. Самый хоккейный штат США потерял команду в 1993-м. Причинами переезда вновь стали проблемы с посещаемостью. Споры из-за домашней арены, а также внезапно судебный иск против владельца команды Норма Грина за сексуальные домогательства. В качестве пункта назначения был выбран солнечный штат Техас, где в городе Даллас уже через шесть лет после переезда отметили победу в Кубке Стэнли местных Старс. В середине 90-х годов многие канадские команды попали в кризисную ситуацию из-за падения местной валюты по отношению к американскому доллару. Больше всех досталось Квебек Нордикс. Хозяева команды не смогли найти стабильную финансовую поддержку на родине и были вынуждены продать команду. Внутри страны покупателей в такой ситуации не нашлось, и в 1995-м франшиза переехала в Колорадо, где получила название «Эвеландж». «Лавины» стали первой командой в истории, победившей в Кубке Стэнли в следующем после переезда году. По тем же финансовым причинам, связанным с падением канадского доллара, команды лишился Виннипег. Местные джетс были вынуждены в 1996-м переехать в пустыне Аризоны. Многочисленные канадские фанаты были разочарованы случившимся и не слишком хотели болеть за уже совсем не родной Феникс Койотс. Любопытно, что многолетний капитан Койотов Шейн Доун начинал свою карьеру в Виннипеге, а закончил ее уже игроком Аризоны Койотс, при этом, по сути, не меняя команду. «Хартфорд Уэйлерс» появились в НХЛ в далеком 1979 году. Почти 30 лет существования команды в Хартфорде закончились, когда губернатор штата Коннептикут Джон Роуэнд не пожелал тратить деньги налогоплательщиков на строительство новой арены для команды. Владелец франшизы психанул и объявил о переезде команды, даже предварительно не договорившись о том, куда, собственно, надо будет переезжать. В итоге в 1997 выбор пал на город Роли, штат Северная Каролина, где и по сей день бушуют ребята из Харрикейнс. Последний на данный момент переезд состоялся в 2011 году. Попытки оживить интерес публики к хоккею в Атланте предприняты в 1999 году, когда в результате расширения в штате Джорджия появились трэшерс, не увенчались успехом. Многомиллионные убытки, отсутствие зрительского интереса и каких-либо вразумительных спортивных достижений привели к тому, что команда перебазировалась в более хоккейный Виннипек, где очень скучали по джетс. Таким образом, Канада получила еще одну команду. Пожалуй, все остались довольны таким исходом. На этом наш очередной экскурс в хоккейную историю подошел к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк, подписывайтесь и не вздумайте переезжать на другие каналы. Впереди еще много интересного. С вами был Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока!